вот это хорош дай мне что-то вдруг я не поймали дай бога прицеплюсь на стиву другой другой прям явный щелчок такой хорошего что ты творишь илюша так вот это уже ребят хороший душечка в идее должна быть на душечке-то нет поеду но второй судачок надо есть 17 стандарт пока идет вчера была тишина сегодня поклевывает посмотрим что будет дальше а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Думали дождик закончится, но он не заканчивается Ждать нам уже ночи нет Не-не, давай-давай Частично Чтоб он так сильно не мокло Вот так хорошо Так, гусятик сначала Не-не-не, да Шкаф И бьет и бьет, бьет и бьет. Ой, мои таппульки, таппульки мои. Все, рыбалка, правильно, поэтому дождливому судаку, сейчас самое оно, ну и Серёня, надеюсь, там никто не сломал. Серёга! Таппульки мои. Травел от Спортекс, реально очень маленький, метр восемьдесят пять, к сожалению. Так, это у нас трёхчастник. Опять же, не четырёхчастник, а трёхчастник. Он метр восемьдесят пять. В граммах, надеюсь, они тут там что-нибудь обрисовали. Ничего не обрисовали. Ну, короче, двадцать либров, метр восемьдесят пять. Опять же, я вам говорил такую вещь, да, перед тем, как ставить, пока у нового, это ещё более-менее, но всё равно я привык вот так далее. Продули, здесь протёрли и вставили. Для чего это нужно? Чтобы если вдруг песок, или какие-то пылинки, я не знаю, там, песка, пылинка, чтобы не царапалось лишний раз стык, не царапалось лишний раз стык. Вот здесь протрем. Кстати, сделано, мы показывали уже, тоже как бы немаловажно, интересно, сделана заливка бланка. Спиннинг новый, мы вот с Сергеем говорили по поводу паспорта, да, от Sportex идёт большущая гарантия, это 10 лет на палочки и год на фурнитуру. Здесь, кстати, вот слабо держится, в отличие, какую-то другую палочку показывал, и шишка очень большая, не очень удобно, допустим, в стакан никуда не поставить. То есть, я думаю, что это я вообще просто, ну, по идее, надо будет убрать или попробовать этот болтажничек, шишку другую поставить. Она очень такая широкая, и она, ну, когда-нибудь соскочит в итоге точно. Можно подмотать сюда изоленту, вот, и она будет плотно сидеть. Ну, просто такая большая шишка, она ни к чему, не знаю, зачем такую сделали. Для упора. Кстати, да, возможно, для упора. Будет, наверное, да, мягко. Так вот, метр восемьдесят пять, двадцать лб. Очень короткая палочка. Для троллинга даже не знаю. Ну, в принципе, она пойдет. Для троллинга она, конечно, пойдет нормально. То есть, она протягивает. Но она коротыш. Материальный коротыш. Я коротыши особо сильно не люблю. То есть, я бы ее, наверное, даже попробовал использовать. В принципе, ее можно и по самому, кстати, на кого попробовать. Единственное, тонковато. Но хочется их в экстремальных условиях именно протестить. И мы будем тестить летом. И буду тестить их по саму. И по троллингу тоже попробую. Кратковато. То есть, приманка будет подходить сюда очень близко. Вдвоем, когда ловишь, это будет не очень удобно. Не для всякой лодки. Ну, возможно, да. Может быть, не знаю. А вот по лодке причем? Ну, мы сидим по-разному. Ширина лодки. Да. То, что у нас с тобой случается периодически. Ну, если ты ловишь один, в принципе, наверное, нормально. Вот. Ну, коротыши я не очень люблю. Но я взял, чтобы просто, как бы, реально вам показать, что есть травола, которые... Вот. Не стал брать. Не знаю, если длиннее они есть или нет. Надо посмотреть. Вот. Мне просто он попался. Вот такой коротыш. Я его взял на тест. Ручка, опять же, нормальная. То есть, за локоть уходит. Да. Уходит за локоть. Колечки. Что мне нравится? Колечки низко посажены. И расстановочка такая, очень аккуратненькая. Ну, вот его, возможно, мы попробуем. Не знаю, успеем или нет. Ну, палочка такая. Тоже звонкая. Передаю эту руку. Вот такой тревел есть еще успортился. Если кому... Опять же, травола, чем они интересны? Мы их разобрали. Вот в такой маленький тубус упаковали. Положили один раз в багажник. Если даже мы... И пусть он там лежит, и мы про него забыли. Если мы забыли какой-то спиннинг дома. Или мы сломали... Как запасной вариант, кстати, интересно использовать. Если мы просто, грубо говоря, ну, сломали палку. По какой-то причине там, сломали нам палку. Или мы забыли. Вот как русал сегодня приехал, да, и забыл свою новую палочку. Хотел протестировать и забыл. Мы достаем из багажника наш тубус. И у нас всегда есть чем половить. Вот это мне нравится. И опять же, допустим, делаются они для перевозок на дальние расстояния. Для самолетов, для автобусов. Их очень удобно перевозить. Мне очень интересно, как они покажут себя на воде. Потому что травола я на самом деле не очень люблю. Любил много стыков, много всяких вот этих составляющих, которые могут подвезти. Но это морская серия, поэтому я в них, ну, уверился, скажем так. Хочу попробовать. Так, короче, вот портативный такой спиннинг, помощник для намотки плетни. И вот сейчас продемонстрируем, как это работает все это дело. Очень удобная вещь. Не надо ждать напарника, просить кого-то. Во-первых, он разбор и разбирается довольно-таки так, как это... Довольно-таки прочно собирается и... Даже по звуку слышно, да? Удобная вещь. И вот сейчас мы будем это все дело наматывать. Просто берем бобинку, отжимаем, значит, вот эти усы. И вот между этими шариками, между этими шариками зажимаем. Все. Теперь мы, короче, ее вот этим роликом фиксируем. И вот некоторые спрашивали по поводу зажима натяжения, да? Насколько, ну, поджать можно. Она поджимается, конечно, но это нормально поджимается. То есть вот он зажим регулируется. Вот сейчас легко. Я поджимаю и она уже поплотнее. Не сильно, конечно, но я думаю, что это вполне достаточно. Так, теперь устанавливаем катуху. Так вот, портативный спиннинг компании Pacefan для намотки плетни. Все, плетенка намотана. В принципе, если напарника нету, то, допустим, это нормальный, такой незаменимый помощник. Если есть напарник, то, наверное, в принципе, может быть и с напарником будет удобней. Тут кому как нравится, да? Можно не выбрасывать деньги. Но если вы один и как с напарником нету, то почему бы нет? Очень довольно-таки удобно и довольно-таки быстро все происходит. Так вот, вот, ага. Прин shutting влево, так он обжимаясь. Ага, минутка. Паркер внутри. Паркер. Белый активный, так как так вам Andaarnим. Паркер на землю. Затем дома. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 да опять страйк про илюх его выкинул нет я поеду к елене поцелуй их но он ловит именно этот цвет да за лопату рука опасно тоже брать можно сломать да вокруг тебя почему-то мухи комары мне кажется отсюда домары хорошо комары комары очень крупные комары поднимает нас опять все облавливают сейчас все будет что мы понимаем не проедет не проедет не проедет не пролетели ребята просто сегодня утром даже летел я даже не замазали ты горьку скажи как летать тогда на его лансере на машину посмотри на машину посмотри а мне же для тебя подарок есть да вот вот за что уважаю сергея базарова илья александрович с москву илья базарова сергея уважаю вот он не говорит друг для тебя подарок опять какую-то хрень да да не описываешь привет серёж пауэрбан так можно что но у меня можно илюха тоже посмотрел на это дело посмотрел меня 8 аккумулятор на камере а у него стоит получается как только питание подается на камеру она у него переходит режим зарядки и нельзя включить запись у про 5 6 там по-моему у него что-то с настройками у него по-моему стоит там то ли блокировка от подключение то ли еще чего-то в общем короче вот можно сделать и без полки вообще без пока без ни какой у меня есть какие у меня есть форс-лайн всякие разных это полима не забыл ли мы пока только только-только начали я понимаю эти сказал почему-то ее забыл вот это мне очень понравилось она даст достойная что сколько она в либрах вот это ну а нас вот вот это палочки слабовато но если подхалки слабовато это не но это не это нет это баллзер до 25 грамм до 200 баллзер это баллзер не слышал не слышал забытая фирма я буду еще заказывать две или три штуки ну только деньги появятся да я я сравнил совсем своим где ставить ну да она нам тоже там горела ставить за море шили посадить это было блин а че не подсекал подсек я просто помню как ты меня даже не буду ничего говорить лаки поклёп хорошему 1 балл уж поклёп у меня вспоминать как это все делается поводок закладчиком опять за хвостик отлично результаты ли поздравляю вас душка есть с почином весенний почин на отпуске также здорово уже по-моему на подтяжке сегодня хотя бы просветы видны на ними вчера то прям обложила так обложила я уж думал ты еще одного взял и так есть и и и и Илюша разрывает просто, да? У меня не дал дойти до точки. А, не очень. Ирбаки, монах тебя нет? Люди, вы где? А, все же испугались, что ловить нельзя, вывозить нельзя, ничего нельзя. Мы разрушители мифов. Ловить можно? Вывозить можно? Кушать можно? Мы поставим прямо на пляж. Вот она моя халочка, халочка, забавлялочка. Принесет мне трофейчику, и не один. На мелочи не размениваем. Сколько глубина? Зараза! Блин, какая же ты зараза. Представь, халка у тебя не дыр нырнет, по четырем пойдем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну здесь она это, тырдын, тырдын, провалы такие, существенные. Ну перепады. Да, вон прям. Сейчас немножко там картошки соберу, скажу. Ха-ха-ха. Вот он ему сейчас трофей придет. О чем тут говорить. Просто нужно молчать и ждать. Перчаточки удобнее, мне нравятся. Рекомендую. Ты какой, левый куст подсекаешь или правый? Левый куст подсекаешь или правый? Здесь стоит прям плотничком. Я все еще на дне. Я вижу даже. Прям здесь. Даже коленка немножко бьет тебя, да? Ха-ха-ха-ха. Вот отсюда мы тогда тащили туда и вытаскивали их отсюда. Девять. А я по-прежнему на дне. Перебирай, там ножка на свою. Место у него, блядь, хорошее. Сраза. Я сам себе, походу, подарок выберу. Просто приду без тебя и выберу тебе подарок. Скажи сюрприз! Да, ему даже вот халочка. Ну, с напрягом так, с легким дается. Ну, у тебя тест какой? До 170? Да. Это 250. Да. А гнутся одинаково. А я говорил, что? Артест? И да, он стал. А я все сижу, судака ловлю. А кричат мне вслед, судака здесь нет. А я все сижу и его ловлю. Я ничего не принимал. Проведи меня точно над хорошим судаком, чтобы он взял его. И все. Прям на 10. А? Слабо? На 10. Давай сначала постепенный, а? На 7? У меня было 3200. Михаленко горал, блядь, мне на сотню сама. Ты сначала, блядь, поймай хотя бы на 5 в твоей жизни. На сотню сразу. Говорил же, блядь, честно. Ну, а постепенный. Не, я-то, честно, боюсь такие веса вообще. Потому что когда хочу. Ну, и что? Ну, он клюнет. Я посмотрю на него, скажу пока. Скажу пока. Может бороться с ним до последнего. Ты мне его вытащи, я здесь с ним в лодке поборюсь. Он мне еще ответит хорошего. И там до базы я где-нибудь с ним. Ну, и должен сопровождать. Смотри, в белях там много. Ну, может быть. Вот ниже вот это не он стоит. Может быть. Так веди точно ранее. Ой, не знаю. Не хочет Илюшка мне давать рыбу ловить хорошую. Только стая судака увидит. И в сторону сразу, в сторону. Жискач пошел, жискач. Жискач пошел. Килошник! Урааааааааа! Килошник! Он здесь есть? Нету. Есть. Не поймал килошник. позор снимали мой зуб покажи как воблер играет вот в такие бирюлечки мы занимаемся здесь на артур Продолжение следует... 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 нет нет не ты но он вспомнил сразу вот этот повис без удара без ничего просто повис все ну смотри опять первые тройников пасть для таких 20 еще лишь бы потом с торицей воздалось ушла селёгка взял взял ну просто повис либо палка либо какая-то маленькая рыбка просто бах и все и перестал играть и сопротивление да там нет да чуйка вообще почувствовал прям момент телевизор тебе включили и сказали прям все смотри короче за за этот за 1 2 стадище стадище такой стоит здорово да ты смотри короче две поклёвки под две поклёвки подряд взял до медленная проводка на медленной скорости медленная и плавные и не резкие планы крупные наверх не сергей у меня чесночком поклёвки прям были даже за первые медленная вот он бил в голову явно прижимал он бородой взял стайка и он прям начал видно один ударом снимаешь что то уже поставил свой мэрс белый а посмотрим что он все поделает на этой территории да почему судак не по спинам чем-то пролез голову и блин два . подряд ты смотри значит бель а за белью следует он ну где-то в плотнике чуть ли не стоит нет это идет в метр в пяти наверно там он там в трех не знаю сколько но ты сначала по белья пролез потом чисто там не знаю сколько метров последовала одна поклёвка получается вряд ли он один и тот же значит значит игру там один ударил второй ударил хитрец какой мой мэнсик приносит мне рыбку мой мэнсик приносит мне рыбку так а снимать уважение не было у нас оплина соплина 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 ты просто страхуй не получилось калибр красный крючок сработал ну на черный работает убийца супер убийца ему уже друзья мои лет так 20 наверно может 15 старичок фартовенький так серёжа ты что хочешь забубенить халку махалку родную красноголовую red hat red hat это у тебя спортивный воблер да да это для спортивной ловли специально лежит воблер чисто тренировать по тычке нет дай пять его даже его даже не прицепишь ни за что а сейчас такие же мы их выпускали такие серёж они же в районе мелкота это один был совсем а остальных вот такие халку подвести смотри что происходит ну что происходит нет видимо ну нет где он размер grim Гнездо нашли в судаче, гнездо. 6-7 метров. Плетеночка 02, 8-жильня. Я буду рад, если реально он будет косить, значит он заработал. Я в него как-то разуверился, мне показалось, что он стал хуже ловить после пробития, когда щупу пробило, когда его отремонтировал. Может, там шарики точно заржавели, а то доржавчина за кого-то. Я очень расстроен был. Щупу, конечно, сразу же получила по дыне за этим успокоителем. Серьезно, нет? Серьезно. Серьезно. Ага. нифигаса не знаю как вот кей халк родная нет и рябунька это наверх не выходит мэнсик мой мэнсик вот опять за хвостом опять за хвостом хороший поддавливает вот поддавливает кислота страйк про и вчера это на него же и здесь ребята 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 осторожней надежда на трофей это надежда на трофей блин отблески не видно не надо не надо я не качаю вот это щучка вот это хорошо хорошо давно я по щучке так не отрывался да да сейчас я перчатки накину каратыш ну то жирненький такой да блин игру давно давно и по щуки по щуке давно так не ходил иди-ка сюда на бак не наступай да как нибудь нету ты жить стой аккуратно-какоротно закручивай ух ты тихо-тихо-тихо можешь посатишки крепко держишь Да. Сейчас весь в соплях буду. Без воблера, потом воблер мою. Хороша, чертовка. Еще потом палку какую-нибудь. Вытирай, все, все будет. Вот чего я ждал. Все утро. Запутался весь? Прям в узел попал. Прям пробил узел, да? Сейчас сломал тройник. Да? Сейчас сломал или? Нет. А, значит из нее когда вы вытаскивали? Нет, мы вытаскивали только задней. Это там она сломала. Офигеть. Траник надо снимать сейчас, заменишь. Да. Как бы нам с тобой это... А липгрип ты брал или нет вообще? Ты не помнишь? Брал, он где-то здесь. Из болтового где-то. Дай им успокоиться. Это в Лирянке с собой нельзя? В сторону, друзья мои, в сторону. В сторону. Ну, повис, опять Велеха до задней. Ты не плохой, что не будет. Хороший. Задней прям ввести там вообще еле-еле. Ну, с удвоением. Ну, кладу. Да. Ну, все равно бородой прижимал, видишь? Бородой прижал. Ну. Не активен, на пипец вообще. Просто не активен. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, солнечная погода классно. Нельзя. А? Съедем. О, мамочки. Или это просто он так гнется? Я не знаю. Съедем. 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 Ну, совсем другие, да? Съедем. 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 Ну, я думаю, что он не маленький. Хотя идут наверх. Ну, не маленький. Ну, двушечка, наверное. Все посмотрим. Ты сможешь его взять, нет? Я попробую. Да вы подцаклыш. Съедем. Да вы подцаклыш. Да, спиннинг для тех, кто любит вообще экстремальное уваживание. Единственная разнесенная ручка, конечно, не очень удобно. А так, конечно, эмоции получаешь кучу. Съедем. 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 Небольшой. Я думал, знаешь, чего я здесь сейчас держу. Видишь, они с берега сидят. Они же кормят. Возможно, я тоже об этом подумал. Я кормушку не дал. Съедем. Зачет на размер. Держи. Съедем. Старайся вместе со спиной. Лучше. Че, 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 че. Подмак бросаешь, так опасно. Подмак бросаешь, так опасно. Реально она может просто подвезти конкретно. У меня по два дела. Ну, вранье. Знаешь, у тебя паленка была. Это паленка, да. На самом деле очень много подделок. То есть, если ты пробушку покупаешь. В принципе, можно продать ее, конечно, за 1200 рублей. Скажем так, да? И подать тебе паленку. Вообще, паленка продается, скажем, где-то рублей за 500. Это твой вариант, бля. Ну, я тебе говорю. У меня прошка стоит. Я ее не менял. Лет пять. На нее лаю. Я заметил, в каком состоянии ты ее смотал? Смотал мокрую. Все. Подожди. А как ты ее можешь смотать не мокрую? Объясни. Вот я вот, к примеру, я вот собираюсь домой, да? Я вымотал, раз, там, этот, поводок. А отхреначал, да, грубо говоря? Все. Все. Ну, не знаю. У меня она проводила. Я просто считаю так, что, да. Пауэрпро. 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 Пауэрпро это круто. Спору нет. Но цена вопроса. Мне проще купить германовскую восьмижилку, например. Каждый год ее менять. Да, не жалко. Вообще мне не жалко. Ну, я думаю, даже два года. Я вот не уверен, но, в принципе, два года, наверное, она... Ну, я, я тебе так скажу. Я вот каждый год ее меняю. Германовскую. Мне, как бы, ну, цена вопроса, там, 900 рублей, да, она восьмижилка стоит. Ну, ультиколор. Вот. Ты, кстати, восьмижилку юзал, нет? Вот, я сейчас ей юзал. Она просто бомба. Просто. Короче, восьмижилка, 0,20, загубляет бандос на... На 8 метров. На 8 метров. Против шести... Против лечения. Против лечения. Так, а мы в этом вот таки делали. Мы в этом вот таки делали. И никому об этом не сказали, да? А? И никому об этом не сказали. Ты раньше даже, чем я, да? Офигеть вот это. Ну, я так скажу. Вот Юра не поменял свою плетню. У него рвется при малейшем зацепке. Просто кошмар. Просто рвется. У Дани то же самое. Значит, германскую плетню надо менять каждый год. Да. Или, допустим, если вы нас слушаете сейчас и видите нас... Фонари светят. Вон. То надо что сделать, попросить, чтобы вы качество улучшили. Чтобы, допустим, было у вас как у Power Pro. Да? По пять лет служил пять лет. Ну, секундочку. Секундочку. Это я всыплю пять копеек. Если увеличит качество, соответственно увеличится цена. Цена. Поэтому может он... Нафиг. Зачем это делать? Будем менять каждый год. Да. Не оставлять ее гнить на зиму. Да? Ну, как? Понимаешь, тут опять же вот... Нет, ну... Ну тоже, с другой стороны, человек прав. Если ты ее привозишь домой, вот как ты, да, Серега, ты где свои катушки хранишь? Катушки? Да. Дома. В сухом, теплом помещении. Да. А у нас это... Я все равно, и дальше у меня плетня осталась, я все равно ее сматываю перед сезоном новым. Я сматываю старую, наматываю новую. Мне так проще, мне так спокойнее. Вот. Я так же делаю. Я даже не знаю, на самом деле, выжила плетенка, которую я, ну, там, смотал и выбросил, или нет. Мне просто проще поставить новую и быть уверенным, что у меня хорошая плетня. У нас эти катушки, видишь, хранятся... Мы вот их привезли, допустим, с Астрахани, в чехлах. Они вот такие хранятся в чехлах. А поскольку мы приезжаем в октябре, здесь в октябре тепло, еще сухо, комфорт, а в Москву приезжаешь, уже мороз снимет. Да, да. То есть, естественно, мы это все не делаем, потому что... А, да, обманул. Я сейчас оставил одну плетенку, она у меня с прошлого года. Совершенно верно. Потому что жалко, потому что у меня на катушке 500 метров почти намотано, мне ее жалко было сматывать и наматывать. На пене? На пене, да. Да. 500 метров, может быть, намотано только на пене. Тяжеловат. Зато какая аккумуакулатор, бля, вообще... ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...